Каждое возводимое или ремонтируемое медицинское учреждение должно быть максимально удобным для пациентов. Об этом премьер-министр Кубадвих Буронов сказал во время рабочей поездки в Чуйскую область, где ознакомился с рядом медицинских и образовательных учреждений, крестьянских и фермерских хозяйств и не только. Подробности далее. Осенью в этом здании медики будут готовы принять пациентов. Здесь, в больнице города Токмок, проводится капитальный ремонт в рамках принятого решения строительства новых и перепрофилирования имеющихся объектов во всех областях. По мере работы мы поняли, что воздуховоды двух секторов должны быть отдельными. Туда также необходимы дополнительные средства. Кроме того, траты были в снесении стены, которая мешала, плюс электричество надо было провести хорошее. В итоге общая смета получилась около 45 миллионов сомов. Кубадвих Буронов сказал, что при ремонте должны учитываться даже маленькие нюансы. Зал ожидания, приемные блоки, реанимация, палаты – заранее нужно предусмотреть все необходимое, так, чтобы граждане, обратившиеся за медицинской услугой, чувствовали себя комфортно. Все работы необходимо завершить в срок. Но скорость не должна повлиять на качество работы. Далее оснащение медицинским оборудованием будет за Минздравом, мебелью, за госстроем. Все должно быть качественно и отвечать всем стандартам. Глава правительства также осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Кенеш из Сокотинского района. Здание оснащено самой передовой техникой. Здесь работают один врач и две медсестры, принимающие в день около 30 местных жителей. Сейчас рассматривается вопрос повышения заработной платы работникам фельдшерско-акушерских пунктов и в целом всем медикам. Думаю, никто не будет против, ведь сегодняшние реалии показали, кто действительно заслуживает хорошей платы за свою работу. Премьер-министр ознакомился с ходом капитального ремонта здания Центра общей врачебной практики в городе Орловка, где все работы также планируется завершить через три недели. Так же, как и школы на 350 ученических мест в селе Кошкургон. Сейчас идут отделочные работы, а вот в селе Калыгул работа только начинается. Премьер-министр заложил капсулу под строительство новой школы. В старом здании школы уже никто не учится. Там небезопасно. Новое же планируют закончить к ноябрю. Надеюсь, что к концу осени объект будет сдан, и дети уже зимой начнут учиться в новой школе. Даже если не успеете закончить спортзал, но учебный корпус должен быть завершен. Премьер-министр поручил соответствующим госорганам завершить все строительные работы на данном объекте до начала холодов. Юлия Ценко, Чингис Таламбеков, ЛТР, Чуйская область.